Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы будем записывать обращение, которое потом будет распространено в социальных сетях. Итак, дорогие братья и сестры, вы знаете, вероумно, так как Гитлер в 1941 году, пока все люди спали, ровно неделю назад, в Сибанакертии, где я пребывал раб Божий, начался обстрел в столице Арцаха. Вероломно фашист, сын Гейдара Алиева, при поддержке фашиста Эрдулана напал на святую землю Арцаха. Мне много звонят и спрашивают с разных уголков земли. А Арцах – это земля Азербайджана? Нет, дорогие братья и сестры, которые будут смотреть и слушать. Земля Арцаха – это священная земля армян. И этому свидетельство храмы, хачкары или хресты камни, монастыри, которые находятся на этой древней земле. В 1917-х по 1920-е годы человека-убийца и человека-ненавистник, людоед Ленин, при поддержке жидомасонов или так называемых большевиков, которые прибыли в количестве 126 человек, для того, чтобы совершить революцию в России, погубить православие в первую очередь, которое ненавистно сатанинским ордам и силам, расчленили святую армянскую библейскую землю и отдали новосозданному государству Азербайджана крымским татарам, которые все в то время населяли Прикаспийские земли, отдали в распоряжение вот этому режиму, который управляет сейчас Азербайджаном. Ильхам Алиев, Эрдулан, вы не мусульмане, вы человека-убийцы, которые ведете свой народ для того, чтобы убить и быть проклятыми во все времена. Аварцы, лезгины, талиши, вы прекрасно понимаете, что армяне вам не враги. Армяне дружелюбный народ, строитель, созидатель, который не разрушал, а строил. Есть пророчество старца Паисия, когда Айя София превратится в мечеть, тогда наступит конец Турции. Захватчики и поработители народов не могут существовать вечно. Дорогие братья и сестры, православные, христиане всего мира, на сегодняшний день маленькая Армения, непобедимы арцах, как спарта, помните, 300 спартанцев, воевавших против поработителей, они все бегли ко СМИ, не сдались. И говорю вам, как полковник казачьих войск, священник отдельного казачьего округа, находящегося на территории Армении, арцах и армян не сломить, потому что мы боремся за свою землю, дух наш непобедим, правда Божия и Святой Крест всегда с нами. А Святой Крест это правда Божия, которая пронзает всю Вселенную по вертикали и по горизонтали, обнимает все народы Вселенной без исключения. У меня есть очень хорошие друзья, праведные мусульмане, живущие в Арабских Эмиратах, живущие в Египте, живущие в Саудовской Аравии, это истинные благочестивые мусульмане. Никакие захватчики и шайтаны, слуги шайтана или слуги сатаны, которыми являются Эрдуан и Эрдам Алиев. Вы убийцы и предатели своего народа. Сводки со стороны ведения боевых действий с республики Арцах, вы посылаете наемников убить сброд, который шатается по всему миру, вы спонсируете, даете деньги, вы посылаете не азербайджанцев, вы посылаете народности, которые живут на территории Азербайджана. Дорогие братья и сестры, дорогие праведные мусульмане, Арцах и Армения не сдадутся. Мы пока не просим помощи ни у кого, потому что Бог с нами. Призываю христианский мир. Очнитесь, пробудитесь, потому что задачи панчуркиста ненормального и сумасшедшего Эртулана Гитлера 21 века далеко идущий. Он уже заявляет, что Иерусалим это турецкий город. Завтра он объявляет планы по захвату и созданию Османской империи, которая будет простираться до Тихого океана. Очнитесь, народы, пробудитесь, завтра то же самое будет с вами. Если Россия или то правительство, которое правит сегодня в России, не услышит того всего, что происходит здесь у нас, завтра Россия тоже будет расчленена. Она будет расчленена и исполнится пророчество старцев православных, которые говорили, что Россия в конце веков останется как при Иоанне Грозном. То есть останется небольшой кусочек России всю войну. Мира вам и любви, дорогие христиане мира, которые являются православными, мира вам и любви, праведные мусульмане, которые живут правильно, не предавая веру своих предков, и горе вам, Агаряне Ильхам Алиев Иердуган, с вашими фашистскими замыслами будет вам анафема вовеки вечные и вовеки. Агаряне Продолжение следует...